Здравствуйте! Первая новость этой недели – это, несомненно, потрясающее сенсационное открытие. Израильское управление древности сообщило о том, что обнаружены новые кумранские рукописи. Ну, они не совсем кумранские, но их сверстники. В пещере ужаса, так называемой, неподалеку от Мертвого моря, обнаружены свитки. И, конечно, мы понимаем, в этом возрасте это уже не свитки, а отрывки из свитков Захарии, Нахума и книги из книги «Двенадцати пророков». То есть, так называемая часть книги, книг Танаха. И это потрясающее открытие, потому что, кроме всего прочего, в 2017 году управление древности Израиля решило начать настоящую спасательную операцию, потому что с того времени, как 70 лет назад, мальчик-бедуин в пещере обнаружил кувшины с кумранскими свитками. Это место – настоящая Эльдорадо для различного рода искателей древности. Это, конечно, уничтожает совершенно и артефакты, и находки, и само место. И вот всего через три года найдены такие потрясающие свитки, потрясающие находки. Это, на самом деле, событие абсолютно ни с чем не сравнимое. Главное – событие недели, месяца, года, а может быть и десятилетия или семидесяти лет. А вторая новость про то, что случилось гораздо ближе к нам, в Москве, в Великском музее, вот здесь напротив, открылась постоянная экспозиция, новая выставка, которая там будет находиться постоянно, как это принято у нас в музее, интерактивная выставка, в том смысле, что слушаешь, давишь, смотришь. О истории хасидизма, о хасидских династиях XIX века, вот буквально деревья с ветвями, нажав на каждую из ветвей, ты можешь узнать о еще одной общине и так далее, об обучении хасидов, о полемике с хасидами, о хасидских лидерах, о хасидском паломничестве. В общем, наверное, сегодня самое глубокое такого рода медийное исследование хасидизма в мире. Я еще не был в Израильском музее, о котором мы говорили на прошлой неделе, но, думаю, вполне конкурентно способна. Третья новость из мира литературы. Американская писательница Николь Краус получила премию Сэмирора. Премия Сэмирора – это самая престижная в мире еврейская книжная премия, если не считать национальной премии Израиля, которая дается израильским писателям, поэтому как бы не в счет. Николь Краус – американская писательница. Надо сказать, что мне эта новость особенно важна, потому что в прошлом году мы издали книгу Николь «В сумрачном лесу». На мой взгляд, это одна из самых интересных писательниц, поэтому то, что она получила эту престижную премию и 100 тысяч долларов, которые полагаются к этой премии, это замечательно совершенно. Я ее поздравляю. Четвертая новость тоже из мира литературы, но крайне неприятная. Это скандал, который разразился со стороны Натальи Рапопорт, дочери известного патологоанатома Якова Рапопорта, который был арестован во время дела врачей, был одним из самых заметных фигурантов этого дела. Слава богу, не погиб в тюрьме. Наталья очень известная не только как ученый, но и как публикатор. Она опубликовала много и о своем отце, и вообще очень интересный человек. И она выдала претензии к Людмиле Улицкой по поводу того, что в своем недавно опубликованном киносценарии о знаменитых событиях спасения от чумы в довоенной Советской России благодаря доктору Симону Горелику. Улицкая использовала якобы ее материал, в общем, обвинил ее в плагиате. И мне, как издателю, как журналисту, в общем, эта ситуация хорошо известна. Понятно абсолютно, что любое произведение, будь то Котт да Винчи или книги Башевиса Зингера, кому-то что-то рассказано, то, что писатель превращено в литературу. Но в соответствии с этим понятно, что очень многим людям может казаться, что у них украли идеи и так далее. Это, к сожалению, в литературном мире, да и вообще в мире культурной пропиации, очень распространенное явление. То, что меня совершенно возмутило, испугало и напрягло, если можно так сказать, это разродившееся вокруг этого вакханалия. Ну, чего уж там, антисемитские газеты, конечно, получили огромный повод для радости. Что-то такое, ой-вей-плагиат, называлась статья в одной из этих газетенок. Мне не понравилось так же, что огромное количество людей радостно стали кричать, а ту ее в любую сторону. Еще раз говорю, так бывает. Бывает, что все правы. Бывает, что действительно и обвинитель, и обвиняемый со своей правотой, им разбираться друг с другом, но радоваться этому и пытаться на основании этого делать вывод о личности или Рапопорт, или Улицкой, это, на мой взгляд, совершенно бесстыдно. И мне, что называется, жалко обеих. У нас опять пятая новость недели. Это книга. Наша новая старая книга. Дело в том, что вот несколько дней назад вышло новое издание «Пасхальные годы». Но это не вполне «Пасхальные года». То есть есть там и «Пасхальные года», но это путеводитель по Песоху. На путеводитель по празднику Песох. Через неделю праздник Песох. Всем напоминаю, готовьтесь, приходите на сейдеры, организовывайте сейдеры, делайте сейдеры. Вопрос, как это делать? И вот поэтому мы опубликовали в свое время и подготовили книгу именно таким образом, которая не только содержит «Пасхальные годы», где что читать, а содержит подробнейшие исторические, религиозные, литературоведческие, если хотите, очерки о Песохе. И это замечательный совершенно сборник, который поможет вам не только провести «Пасхальный сейдер», но и почувствовать Песох, узнать про что это, о чем это. И вот то, что выходит новое издание, уже вышло больше 10 тысяч экземпляров этой книги, это говорит о том, что люди такого рода подход признают в качестве необходимого для себя. И мне это очень радостно. Вот советую вам такую замечательную книгу с такими замечательными гравюрками для вашего пасхального сейдера. Агуты учабыс, хорошей субботы, шаббат шалом.